всем привет друзья возвращаюсь к съемке видео и буквально недавно я вернулась из фикс прайса там уже новые в большинстве своем новогодние всякие украшалки выставили на продажу и я кое чего купила и мне очень хочется показать вам это мне кажется что это всякое удачное и красивое я выбрала давайте вместе смотреть набрала я не только новогодние но и то что в принципе как мне показалось новинка или может быть я раньше просто не видела и так это искусственный искусственное растение в горшочке как вы видите это листья монстеры популярная модное можно сказать растение я не знаю в реале она так растет или нет я что-то сомневаюсь мне кажется там как-то больше толстый стебель на из которого растут вот эти листья на это не важно все равно мне очень понравилось в ассортименте были и другие листья в подобных горшках здесь кстати имитация камушков но это монолитная вот эта вся масса так что можно переворачивать не страшно вот ну естественно стоит вот так вертикально ну чтобы вам показать я поворачиваю были разные листья мне понравилось именно монстера я взяла вот одну штучку пока что салфетка под приборы ну то есть вот этот на стол да она такая крупноватая мне понравилось то что можно использовать как фотофон я вижу что немножечко пересвечивает а ну-ка вот так а вот так лучше передается вот это обычно этот пвх или как-то называется очень пластиковая тонкая салфетка но мне очень понравился узор вот этих вот камушков мне кажется как фотофон классно подойдет главное чтобы сильно не бликовал именно для этого я и взяла знаете давайте перед новогодними штуками я покажу штуки по хозяйству которые я взяла вот такая вот сетка экран для защиты от брызг в общем на сковородку глазам для того чтобы масло не брызгалось не летела вокруг на столешнице на стены и так далее у меня уже была подобная давно но она уже очень сильно засадилась давным-давно я ее выбросила вот снова появились такие экраны я купила стоит 77 рублей вот такие боксики взяла показываю два взяла 3 по 99 рублей контейнер с замком я взяла для сыпучих продуктов ну там гречку какую-то крупу вот это все так где здесь 2.05 литра то есть достаточно приличный объем защелкиваться с четырех сторон было бы конечно удобнее если тут отщелкивался бы какой-нибудь носик но в принципе мне и так тоже нравится вот крышки у них разные кстати только на кассе заметила фиолетовая темно-синяя а у третьего а у третьего попалась такая темно-зеленая и еще я хочу показать баночки которые я покупала в прошлый раз вот так вот они идут значит большая баночка и две маленьких так в комплекте они у меня уже как вы видите наполнены это кухонная всякая утварь и у меня еще есть вот с черными крышечками комплект этот комплект мне подружку подарила вот там я храню всякое птичье вот здесь вот как видно этот травяной сбор там в других двух баночках корм и минеральная смесь а вот эти когда мятные я увидела в фикс прайсе в прошлый раз я тоже взяла и взяла только один комплект и пожалела потому что мне в принципе хочется еще баночки оказались удобные компактные они складываются друг на друга и очень удобно таким образом хранить баночка откручивается каждая вот таким образом вот так и я помню что были еще с розовыми крышками в прошлый раз я взяла вот только одну упаковку с мятными крышками а в этот раз по но их не было если честно я даже забыла и вспомнила уже когда была дома вот ну возможно их не было они мне не попались на глаза и поэтому я не вспомнила а так вот эти баночки удобные я рекомендую а дальше пошло кухонно новогоднее точнее новогоднее но начинаем с кухонного новогоднего вот такие тарелочки это такая мелота я видела в инстаграме у обозревальщиков новинок фикс прайса таких знаете оперативные обозревальщики очень удобно кстати у них смотреть всякое такое но с другой стороны тянет фикс прайс и тянет набрать всякого когда такое смотришь ну вот ну красоту я конечно решила брать я взяла две таких тарелки звездочки так не помню почем они были ну раз не написано что не сто девяносто девять не девяносто девять наверное по низкой цене подешевле или пятьдесят пять или семьдесят семь что нибудь такое очень красивые эти милейшие рисуночки мне кажется какие-то там знаете мелкие закусочки сервировать на стол там оливочки может орешки что-то такое в таких тарелочках звездочках будет очень атмосферно еще была кстати подставка для ложки ну знаете для кулинарной какой-то для поварешки вот для такого но я не стала брать но взяла я еще две прелести вот таких елочки тоже мне кажется сервировочные какие-то тарелочки тоже там гномики и тоже имеет такую новогоднюю атмосферу новогоднее настроение покажу рядом со звездочками вот по размеру но небольшие они у меня конечно ладошка не маленькая вместе с пальцами но это такие полу декоративные полу сервировочные милые тарелочки и одну уже прям столовую тарелку я взяла не выдержалась меня так вот эти милые котики в шапочках воодушевили этот фон я очень люблю такие оттенки голубые мятные бирюзовые вот всякое такое и в сочетании с белым цветом тоже кстати очень люблю и мне понравилось то что у котиков шапочки на каждое ушко то есть одна шапочка с объемом под ушки вот и у того котика который в сереньком такая мордочка довольная ну в общем мне очень понравилось как выглядит тарелочка я бы взяла может больше одной но именно с этим рисунком была только одна оставалась по крайней мере на полке только одна другие были с ламой с оленем но тоже красивый вот мне меня именно с котиками зацепила тарелка так узоров никаких нет цены нет да дальше в основном декор белое на белом наверно плохо видно но это такой вот белый какой-то керамический или фаянсовый ананас был еще такой же золотой но мне не очень понравился оттенок золота поэтому я решила не брать белый для меня смотрелся гораздо гораздо выигрышнее и он ну в принципе все сезонный такой этот ананасик не обязательно его зимой именно держать и мне кажется для какой-то фото зоны для фото сессии кто фотографирует предметную съемку делать там съемку интерьеров мне кажется классно была бы находка ананас стоил 199 рублей и вот тут кстати золотой рядом с ним но для меня белый гораздо красивее хотя я не против золотого ананаса как раз там прям такой глянцевый глянцевый гладенький еще из таких интерьерных вещиц мне очень понравилась вот эта шкатулочка я надеялась что ну как найду ли что нам не достанется и как раз когда я пришла их продавец только выкладывал на полочку я купила себе одну такую полностью такая стеклянная она увесистая тяжеленькая у нее есть такие шарики ножки вот этот цвет фурнитуры у нее не слишком противный какой-то знаете бывает золотой едки такой этот больше как или старое золото или даже ближе к бронзе стоит шкатулочка 199 рублей тоже мне нравится как и в практичном смысле так и для каких-то фотографий интересных фоторамка за 55 рублей маленькая беленькая аккуратная тоже для предметной съемки всяких моих украшений ну конечно если у вас есть что поставить в такую рамку тоже будет отлично но мне рамки нужны в основном вот такие маленькие в основном для съемки украшений вот вы смотрите в эту зеркальную поверхность это подносик с зеркальным дном там отражается часть моей мастерской надо будет конечно очистить потому что он уже залабанный в том числе мной здесь из такой крупной крупной сетки она кстати очень плотная совсем не не проволочка вот прям как литое железо такие такой бортик и донышко зеркальное тоже как для интерьера мне кажется красиво так и для фотографий сзади есть вот такие три ножки какие-то такие вот мягенькие цена 199 рублей он и там кстати мой ананас стоит на примере декоративный поднос такая красота ну вот и всякий вот такой хлам от которого почему-то трудно отказаться но у меня его практически нет так чтобы украшать интерьер и в этот раз я взяла несколько разных веточек вот такую беленькую с беленькими ягодками я имею ввиду шишечка тут елочка сейчас открою ну вот я слегка ее распушила хотя елочку наверное лучше нам и рот придавить ягодки чуть-чуть мне кажется красиво я не помню насколько стоит но мне кажется что она не 55 может я ошибаюсь но почему-то мне кажется что она или 77 или 99 вот такие палки елки елки палки они какие-то не дешевые почему-то ну для опять же и для интерьера на зиму и для предметной съемки какой-то мне кажется супер смотрится вот я сейчас в кадре смотрю на нее мне очень нравится но это не единственная моя такая покупка вот такая вот яркость конечно же меня это яблочко эти ягодки не смогли оставить равнодушные и то что этот мешочек это вот так вот стоит вот и елочка вот как такое все красивое и креативное мне нравится очень понравилось как это смотрится и конечно пришлось пришлось вынуждена была купить тоже захотелось взять вот такую нелепость такая милая милая ангелочиха с золочеными крылышками она держит золоченное сердечко она мягкая полностью мягенькие ножки такие сапожки у нее сзади вот так тоже вполне знаете ли аккуратно вот и такая веревочка веревочка типа как из мешковины можно куда-нибудь подвесить хоть на елку хоть так в интерьере на шкафчик какой-нибудь прелесть потом экспрессе появилось много вот таких всяких подвесочек интерьерных тоже можно куда-то в доме или можно на елку повесить сейчас распечатаю написано что здесь 60 сантиметров веревочка в этом не хочу тянуть чтобы не вырвать случайно ее так елочка значит такая она прям плотненькая деревянная и у нее длинный длинный хвостик из мешковины ленточки таких вот каких-то бусинок мне очень понравилась эта новогодняя коллекция кажется что такие прям классные украшения далее это не все вот такое прекрасное украшение тоже подвеска написано 51 сантиметр здесь вот домик елки олень звезда сердечки так и вот такие палочки деревянные тут кстати деревянные тоже бусинки снежинка сердечко и там бубенцы уже хорошо их слышите ай-ай спуталась так вот они такая милота очень мне понравилась вот эта подвеска еще одна подвеска но покороче написано 20 сантиметров тоже что-то такое деревянненькое тоже олени елки красивая ленточка и бубенчики вот еще одна подвесная декорация так написано 55 сантиметров в таком коротеньком пакете здесь получается вот эта нижняя подвеска шубка прелесть прелесть сзади вот так и и сверху идут вот такие бусинки белые тоже голубо-мятные снежинки белые и на такой вот длинной подвесочке и тут всякие такие ленточки по типу органзы что за красота вот эти наборчики я увидела и не смогла сдержаться там такие яблочки груши что там еще черешня как я понимаю вот что такое подождите а ну да есть черешня есть вот как этот шиповник что ли плоды шиповника в общем таких два наборчика я взяла для каких-то поделок скорее всего по типу топиаре или венка такого на дверь знаете ли очень хорошо сделаны эти плоды и что меня тоже очень сильно привлекло то что они маленькие то есть вот именно для поделок каких-то таких не размером с настоящее дерево да что то такое размером с цветочный горшок ну то есть с растений в цветочном горшке вот такой размер плодов подходит прям хорошо я надеюсь что что-то у меня получится с этим сделать ну не в ближайшее время а так по вдохновению не смогла не взять упаковочную ленту с оленями золотыми и снежинками до чего ж красивая вообще не подумаешь что вот это что-то такое из фикс прайса как будто какого-то дорогого магазина подарков и вот еще такая милота которая меня просто покорила набор елочных украшений деревянных 12 штук такая плоская маленькая коробочка а там вот такая прелесть видимо по три штучки каждого дизайна там лежит они такие хорошенькие сейчас наверное не буду распаковывать в принципе так все видно и так все понятно они маленькие они очень аккуратненько сделаны вырезаны из фанерки дсп не знаю точно когда может называться но выглядит просто прелестно вот это миниатюрность аккуратная прям восхищает дела одну гирлянду так из скромности хотя там разные были мне хотелось разных но решила пока вот этой одной обойтись если уж совсем будет хотеться возьму еще так это тоже деревянная как скажем в традициях этой коллекции и чувствую необходимость распаковать ее прямо сейчас здесь вот такой блок питания как я понимаю туда вставляются батарейки и что здесь за фигурки здесь тоже олени вот и внутри каждого оленя такой светодиодик они плоские их можно так развесить они будут как бы в профиль вот так скакать это я сейчас их держу в перемешку развесить надо будет красиво вот она не длинная понятно и так что она не длинная вот полтора метра написано батарейки а а нужны то есть пальчиковый не мизинчиковый мне кажется что это просто вообще 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 прелесть невообразимая вот наконец-то я распутала зените немножечко погромыхаю тут об тарелке этими оленями просто хочу показать как они удалены друг от друга вот так не сильно там и всего здесь сколько оленей так блок раз два три четыре пять шесть семь оленей получается вот такая красота не Музыка Никакой еды, каких-то там сладостей в этот раз я не брала, но я взяла тетрадок немножко, совсем не удержалась, потому что они очень-очень красивые. По-моему, они были бы 55 рублей. Это вот такая вот насыщенно-бирюзовый цвет, золотые звезды и ласточки. Ну, как можно было не взять? В моем случае никак. Здесь поля просто, а сама бумага никак не расчерчена, ни в клетку, ни в линейку никак. Вот такая прелесть. Какая красота. Потом еще одна красота. Такая таинственная, загадочная. Черно-зеленый лес, фонарики, светлячки. Точно так же расчерчены, так вот креативненько поля, а сама тетрадь не расчерчена. Вот. И вот такая вот яркость. Это неоновый. Неоновый тетрадь, я сделаю потемнее, потемнее. Нет, это слишком темно. Ну вот как-то так, но все равно не передается. В общем, это неоновый персиковый цвет. На камере сейчас я вижу, что он передается каким-то оранжевым, но он именно неоновый персиковый. И поверхность, поверхность этой тетрадки, она такая матовая, слегка чуть прорезиненная, как будто бы вообще шикарная. Эти, по-моему, да, эти разлинованы в клетку. Вот эти, вот этот тип тетради. И ради необычных оттенков и этих тактильных ощущений взяла. У этих цвет одинаковый. Так, может быть, здесь сейчас темный сделать? Нет, ну все равно не передается. Короче, это тоже неоновый розовый цвет. Шикарный. И тоже такая же поверхность. И здесь вот серебряной краской нанесены. Здесь кошечка, в которой преподносят свое сердце. И здесь надпись, что я не идеальная, но я лимит от эдишин. Это ограниченный выпуск. Короче, оригинал. Оригинал. Единственный в мире. Ну и не столько ради надписи, а вот очень понравился цвет, который почему-то сейчас не передается, к сожалению. И текстура бумаги. Так, на сегодня это все. Пишите, пожалуйста, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, вы что-то из этого уже купили. Если купили, то что? Если купили что-то другое, чего у меня нет, тоже расскажите. В общем, жду ваших комментариев. Давайте общаться. И я вам желаю хорошего настроения, веселых, позитивных покупок. И всего самого доброго. Пока-пока. Пока-пока.